Добрый вечер, дорогие друзья! С вами Петр Соколов, финансовый консультант компании Амаркет. Рад всех приветствовать на сегодняшнем вебинаре, на котором мы рассмотрим простые стратегии, из которых можно извлекать ежедневно прибыль. Хотелось бы услышать от вас, как качество передаваемой информации. Слышно? Видно? Для меня хорошо? Поставьте, пожалуйста, плюсики, если качество вас устраивает. Слышно? Видно? Отлично! Хорошо! Супер! Разобрались! Также хотелось бы задать вам вопрос по поводу того, чтобы понимать, насколько сегодня диапазон наших участников, наших трейдеров разграничивается. Хотелось бы поставить. Поставьте, пожалуйста, однерки, кто торгует на реальных счетах и двойки, кто торгует на счетах, и тройки, кто вообще не торгует еще нигде. Иначе. Так, 1, 2, 3, 4. Угу. Вот. Ну, в основном, большинство, я вижу, торгуют. Отлично! Но сегодня я хочу вам рассказать про одну общеизвестную стратегию, которую я рекомендую для изучения и для использования на реальных счетах. Немного понятия. Ну, понятия – это нормальное явление. Колонки можно чуть потише сделать или погромче. Разберем сейчас. Так, значит, стратегия, на чем основана, она называется «Лондонский взрыв». Это общеизвестная стратегия. И она очень сильно подходит для новичков, для тех, кто начинает познавать данный удивительный, как я говорю, мир трейдинга. Вот. А также она удобна для тех, кто в течение дня занят своими делами, у кого нет времени все время находиться за графиками, и кто просто хочет начать торговлю на реальных счетах, и можно использовать данную стратегию, и причем очень даже весьма результативно. Сейчас перейдем к графикам, и я вам начну к нему рассказывать. Так, отлично, у нас включилась демонстрация рабочего стола. Торговая стратегия, по которой буду рассказывать, напомню, называется «Лондонский взрыв». Основана она на пробитии азиатского плета. В основном хорошо ее использовать на валютных парах евро-доллар, фунт-доллар, доллар-иена. Ну, в принципе, все, да. Я рекомендую начинать евро-доллар и фунт-доллар. Просто если вы видите какие-то делать, надо обращать внимание, то я так просто иногда тестирую новые стратегии для себя. Вот, давайте расскажу вам про стратегию «Лондонский взрыв». То есть, в первую очередь, что мы делаем, я открываю для себя график таким образом, чтобы видно было разграничение суток, да, то есть, по GNT или по терминалу, в зависимости. Вот у нас здесь получается в нашем терминале компания «Амаркет» под GNT плюс два часа, то есть, такое же время, как и в Москве, такое же время, как в Элективе. Вот видим, сейчас 7 часов, и у нас 7 и 12, да. То есть, главное, чтобы здесь здесь было какое-то разграничение, как его поставить, очень легко и просто. То есть, нажимаем правой кнопкой мыши на экран, заходим в кнопку «Свойства» и выбираем здесь галочку, ставим на «Показывать разделители периода». То есть, если я сейчас не уберу, вы видите, что здесь сплошной график, и непонятно, где он начинался, когда заканчивался, да. Хорошо. Вот сейчас нажимаем правой кнопкой мыши «Свойства» «Показывать разделители периода». Нажимаем «Ок». Вот они появились. Далее, что нам нужно? Второй шаг для того, чтобы определять именно тот флэт азиат и где мы будем искать его пробои. Нам нужно понимать, потому что есть несколько сессий, которые до торги, да. Как мы знаем, торги происходят с понедельника по пятницу, круглосуточно. Вот. И начинаются торги и с азиатской сессии, потом лондонская, то есть лидо-европейская. Затем подключаются американцы и американской сессии, и потом тихоокеанской сессии, которая, в принципе, не ощущается, и уже она переходит опять в азиатскую сессию. Вот. То есть мы для себя определяем здесь такой момент, находим, ставим вертикальную линию 9 часов. 9 часов и 10 часов. Тот, кто присутствовал на предыдущих моих фабинарах, знает, что я лондонской сессии ограничиваю именно двумя часами. То есть не сразу идёт моментальное включение торгов в Европе в 1 час. И идёт, фокусирует внимание, длина в течение часа, как открытие в 9 утра, и потом в 10 уже пошли-поехали в нашем Теговаре, да. То есть вот таким образом. Будем брать эти 9 часов убрать. То есть сначала в первых лондонских торгов. Далее, что мы делаем, мы определяем от начала диапазона и конца диапазона, в котором находилась цена. То есть вот по минимуму и максимуму. Сейчас немножко немного меньше. Есть много различных вариаций данной торговой стратегии. То есть обычная, инверсированная, или можно по-разному её инфекцировать. Сегодня именно поговорим о том, как я начал её использовать, как её использовать мои ученики, и причём он довольно успешно её использует. Вот обратите внимание, да, всем вижу, что график цены на валютной паре евро-доллар находился в диапазоне от 1.1.24 до 1.1.44. То есть диапазон цены составляет порядка 20 пунктов. Ввиду того, что данную стратегию давно уже используют большое количество трейдеров, то маркетмейкеры наши крупные банки, хедж-фонды это всё поняли и начали здесь немножко сделать так, чтобы забирать, так скажем, прибыль. Понимаю, что здесь смысл стратегии заключается в следующем. То есть на этих уровнях мы доставляем отложники на пробор, то есть это buy stock и sell stock. Вот, я думаю, тут всё понятно, в принципе, да? Ну то есть сейчас мы вернёмся уже в более подробное изучение, просто расскажем. То есть я определяю данный флэт, размер его, и также добавляю ещё по 10 пунктов к нему. То есть сверху, если у нас цена была максимумом из азиатского флэпа, сегодня ночью у нас будет 1.11.43.9, и я ещё добавляю 10 пунктов, 1.11.50.53.9. Можно для себя выбирать различный диапазон, дополнение, да, которым вы будете добавлять. Можно 5 пунктов, можно 10 пунктов, по-разному, в зависимости от валютного инструмента. То есть нижняя цена 1.11.23, соответственно 1.11.13. Вот. Смысл в протеге выключается следующий. До 9 утра, то есть где-то 8.45, вам нужно выставить два отворных на пробитие. То есть buy stock и sell stock. Пусть будет плюс 5 пунктов, да? То есть 1.11.43, 6.5, 48 и 9. И всё так. Обычно добавляю 100 пунктов. То есть как поставлять отложность, вы, наверное, все знаете. Самый главный момент, во-первых, нам нужно посмотреть этот канал с добавлением, скажем, нашего фильтра в размере 5-10 пунктов. Если он составляет, по моим расчетам, по моим разметкам, выходит так, то есть он составляет более 50 пунктов, то на данной валютной паре лучше сегодня не торговали. Сегодня в данной ситуации он составил 30 пунктов, да? То есть добавленный в нашего фильтра, как этот пункт с каждой стороны. Соответственно, мы здесь выставляем ордера и посмотрим, что бы у нас получилось, да? Смысл заключается в следующем. Здесь на этом уровне сейчас я выберу повыше. То есть наверх мы выставляем в бальцов. То есть тогда цена пойдет наверх. Касаясь данного уровня, сделка автоматически откроется без вашего участия. То есть она будет сопернина на сервере компании. Достаточно только ее выставить заранее. Обязательно до начала в области. Можно звук добавить. Надеюсь, так получше было слышно. Так, возвращаемся к нашим графикам. То есть в 8.45 по московскому времени, вот в этом промежутке, соответственно, находится вот здесь. Мы выставляем отложники на покупку и на продажу по данным уровням, который мы себе нашли. Это азиатский плат плюс добавление некого диапазона небольшого, чтобы исключить шум, который будет все-таки давать импульсы, вот как вы здесь видите, да, маркетмейкер, чтобы выбить наши позиции по стоп-лоссу. Лоид из 9. 8.45 вы их поставляете и можете, в принципе, компьютер закрыт. И наблюдать может быть с телефона, да, как это большинство делают. Но основное правило заключается следующее, что при открытии, допустим, продажи вам нужно покупку by-stock удалить. И на этот момент вам нужно будет только отслеживать, да. И давайте посмотрим, допустим, на сегодняшнем примере. Вот мы выставили 8.45 наши отложники. Смотрим, как шла цена. Здесь она ее открыла. Доходил профит плюс 21 пункт. И потом в этот момент мы должны были, причем, закрыть отложник на покупку. И мы видим то, что цена, в принципе, потом пошла против нас и закрылась. И, в принципе, может быть, закрылась бы здесь сделка в мины. Да. То есть логика заключается в следующем, что по простому правилу вам нужно выставить отложники и к концу лондонской сессии, где бы не находилась цена, вот эта, примерно это 7-8 вечера, как и сейчас, вам нужно эту сделку принудительно закрыть в ручном режиме. То есть неважно, будет она в клюсе, либо в минусе, да. То есть в данной ситуации у нас бы сделка, ну, я так полагаю, что она бы закрылась, минус 30 пунктов. То есть сегодняшний день по данному валютному эксперименту долго у нас минусовой. Вот, посмотрите, допустим, на фунт-доллар, да, проведем такую же аналогию, учитывая простейшие правила, про которые я вам только что рассказал. То есть, я как говорил, в данной стратегии имеет множество вариаций использования в торговле для себя. Здесь ситуация такая. Вот мы видим азиатский флэт, нашли мы его. Но обычно, сами понимаете, понедельник, он такой более-менее не торговый день, тем более сегодня праздник в Америке, да, и поэтому в открытии американской сессии толкового движения, в принципе, не было. Здесь только был импульс. Мы видим, да, действительно то, что если бы мы здесь отмерили азиатский флэт, и добавили бы здесь по пару пунктов, по 10 пунктов даже. Даже если бы по 10 пунктов. Мы видим то, что выставили здесь отложники в данном промежутке времени, и в течение дня занимаясь своими делами. Мы видим то, что отложник, допустим, если бы на отложенный ордер поставили именно на той цене без фильтра нашего, да, в размере 5-10 пунктов, то здесь бы его открыл, и сейчас бы закрыл его в ней. Поэтому вот именно я добавляю сюда небольшой фильтр 5-10 пунктов. Для чего? Чтобы исключить ложного пробития, которое нам устраивают крупные банки маркетмейтеров. В данной ситуации мы видим, что у нас бы открылась сделка, пошла бы она при 25 пунктов, сейчас бы она находилась в минусе, ну, к 8-м часам видишь, что ее надо было бы закрыть. Да, но учитывая, что сегодня понедельник, и выходной в Америке, током торгов по сути нет, интересных входов по данной стратегии нет. Ну, а также мы сейчас с вами просмотрим по истории, и я вам расскажу еще, как можно использовать и модифицировать данную стратегию под себя, более интересно. На данный момент какие-либо вопросы есть кому-то? Подпишу, что вопросов нет, продолжу рассказывать дальше. В чем интересная уникальность данной стратегии? Да, очень простая, да, на одну валютную пару вы здесь всего лишь используете одну сделку в день. Если она у вас закрылась в минус, ничего страшного, мы ждем следующего дня и спокойно заходим, таким же образом заходим, расставляя окружники, смотрим результат ежедневный. Мое какое предложение, изучив данную стратегию, я понял, что не всегда она работает в плюс, и могла бы давать намного больше результата, если бы мы на один вход, давайте так же, допустим, без фибра пока поставим, на один вход, допустим, на один отложенный ордер, на пробитие азиатского флета, мы бы использовали две сделки, а не одну, да? То есть можно здесь, первый вариант, сделка открывается одна, вторую сделку мы удаляем и ждем конца дня. Здесь конца дня мы ее закрываем принудительно, где бы мы находиться. То есть это самый простой вариант, да? Раньше он очень хорошо работал, но ввиду того, что рынки изменяются, нам тоже приходится изменять наши торговые стратегии так. Вот, и я предлагаю поступать следующим образом, допустим, для евро-доллара использовать два отложника, вот, допустим, он здесь у нас стоит, в этом промежутке, в этой точке. Мы используем два отложника. Кстати, стоп-лоссы надо ставить на противоположных уровнях. То есть если у нас здесь открывается продажа, то стоп-лосс стоит в учетном фильтре где-то здесь, то есть 25 пунктов, да? И вот видим, что график у нас тоже прошел 25 пунктов. А смысл заключается в чем? Путем исследования каждой валютной пары, я пришел к тому, что на валютной паре евро-доллар, в принципе, достаточно взять 40 пунктов от одного отложенного ордера в тридер. Здесь можно поступить следующим образом. То есть выставить два отложенных ордера по одной цене с одинаковыми стоп-лоссами 20 пунктов. Но первый, у первого ордера будет тейк-профит, допустим, 40 пунктов, вот здесь. У второго будет 20 пунктов. То есть для достижения этой цены первый ордер будет закрываться. У второго будет сделка еще открыто ждать. Повел, так скажем, консенсус решения, да? Но здесь мы добавляем следующий такой интересный момент. Первую сделку, где мы выставляем тейк-профит 20 пунктов, мы просто ставим стоп-лосс, то есть уровень ограничения наших потерь и тейк-профит. То есть, в принципе, здесь мы только берем 20 пунктов. Но на второй сделке, где у нас тейк-профит стоит в два раза больше 40 пунктов, да? Вот здесь стоит тейк-профит на вот этом уровне. Мы здесь ставим трейлинг-стоп, размером также 20 пунктов. Как тейк-профит на первом стоял до 20 пунктов, здесь у нас стоит трейлинг-стоп на этой сделке. То есть, кто не знает, что это такое, да? Представим, что цена пошла вот сюда, открыла два отложника на продажу. Стоп-лосс у них где-то в этом промежутке стоит. В этом диапазоне. При достижении 20 пунктов первая сделка закроется в плюс автоматически, а вторая сделка переведется в безубыток. То есть, кто не знает, трейлинг-стоп это подтягивает стоп-лосс, да? В данной ситуации мы бы заработали 20 пунктов, и вторая сделка бы у нас была уже в безубытке. Соответственно, когда пошла цена хватит нас наверх, она здесь закрылась в ноль. И в сегодняшний день у нас был результат 20 пунктов, да? То есть, кто торгует, если также брать расчет от 1000 долларов, стандартно для новичков, то мы бы заработали 20 долларов, заходя объемом 0,1, с риском 25 пунктов, то есть, с риском 25 долларов, с риском 2%. Вот. Также, давайте, вот, предлагаю рассмотреть данный вариант на прошлой неделе, как бы он обрабатывал на паре евро-доллар. 5 месяцев, да? Проблема с понедельника. Вот, обратите внимание, давайте посмотрим вместе, да? Вот, 9 утра я поставил. Будем стоять, длинным, чтобы не будет стоять. Вот, видим в данной ситуации с понедельника, 27 июня, с добавлением, во-первых, измеряем до начала flat азиатский, да? То есть, смотрим, 90 пунктов. Такой ответ не торгуем, если более 50 пунктов. Где-то 50, где-то 60, но я для себя нашел такую среднюю цифру 50, и я считаю, что было слишком много, да? То есть, по данной валютной паре мы бы не торговали. Переходим на следующий день. Вот, измеряем, так сказать, 9 утра. У нас трение должно быть 8,45. Вот, 9 утра. Цена находится, вот, получается, на 8 пунктов ниже от максимума азиатского. Мы, в любом случае, выставляем отложник, добавлением спирта на 6,5 пунктов. Измеряем канал. Вот здесь, видите, как раз у нас получается где-то, вот, 53 пункта. Ну, в принципе, 50-60 выставляем отложник. В данной области выставляем два отложника. Один с целью 40 пунктов, другой с целью 20 пунктов. Но тот ордер, у которого цель 40 пунктов, также мы поставим туда трейлинг стоп с размером 20 пунктов. И давайте посмотрим, что получилось. Вот, посмотрите. Ну, практически можно так сказать, что цена здесь обе сделки. То есть, первая сделка бы закрылась здесь 20 пунктов. Вторая сделка бы у нас уже была без убытки, ввиду того, что у нас включим трейлинг стоп. И я вижу, что цена дошла, ну, вот, 41,3, да. То есть, я так понимаю, что если спред был бы меньше, 1,3 в той ситуации. Я рассматриваю здесь тип счета с плавающим спредом. То у нас сделка бы вторая тоже бы закрылась в плюс. Если бы она, допустим, не дошла до твит-профита, то, соответственно, откатывая, мы понимаем, что здесь почти 40 пунктов, значит, у нас трейлинг стоп где-то уже там до 17-19 пунктов мы бы закрыли в плюс. То есть, либо 60 пунктов мы бы закрыли. Вот здесь в данной ситуации прям слишком очень, не будем разбирать этого, да. Здесь и так понятно, что первая сделка она закрылась в плюс. Причем она закрылась у нас уже до часу дня. Вторая сделка у нас, если бы здесь было касание тейпрофита, она бы закрылась вообще в час дня. Но если бы она не закрылась, не хватило бы пару пунктов, она бы закрылась плюс 19 пунктов где-то вот, знаете, не было бы. 17 пунктов, да. То есть, мы бы тут взяли, допустим, используем, рассмотрим второй вариант, где у нас первая сделка не закрылась по тейпрофиту 40 пунктов, и мы здесь заработали только 37 пунктов. То есть 37 долларов под депозитом в размере 1000 долларов. Переходим на среду по родине. Валютная пара евро-доллар она более-менее спокойная. Вот если данную стратегию использовать на паре фунт-доллар, то там бы открывал два входа целью 70-80 пунктов на первой сделке. Вторая сделка была бы цель половина, да, где-то 35-40. Но мы сейчас тоже ее рассмотрим. Вот, обратите внимание, то есть среда. У нас время 9 утра, график находится вот посередине азиатского этого флета. Мы выставляем с запасом по 5 пунктов отложенные ордера. Кто не умеет, я научу. На днях 10-48 пунктов, где-то здесь примерно, да. Измеряем сразу канал. Смотрим. 40 пунктов достаточно для того, чтобы использовать его в нашей стратегии. Значит, график находится здесь. Здесь у нас мы выставляем отложки на покупку. Видим, да, что где-то в 10-30-40 наши сделки две открыли. Вот, да ты профита, ни первая, ни вторая не дошла, а пошли вниз. Смотрите, как интересно, да. Тет-азиатский плат, но все-таки работают и работают очень хорошо. Вот, сделка не закрылась по стоплосу. И причем напоминаю, что в данной ситуации, когда вас открылась одна из сторон, вам противоположную сторону надо удалить, то есть убрать этот гордер. Вот, смотрите, раз, минус 34 пункта у нас по двум сделкам. Стоплос у нас 41. В принципе, 6 пунктов нам бы еще чуть-чуть ниже, да, и наши дела тебя закрылись. Но стратегия позволяет и высчитывать математически, что это, в принципе, должно было случиться. Первый импульсом был наверх. Соответственно, по стратегии Лондонской дыры в классической, мы видим, что в итоге движение пошло наверх. И здесь, обратите внимание, вот в данной точке, первый ордер стейк профитом 20 пунктов, то есть у нас складка 20 долларов, если депозит от 1000 долларов, мы закрываем, она закрывает автоматически, значит, а вторая сделка переходит без убытых. То есть, несмотря на эти свечи, я вижу, что вторая сделка закрылась по нулям. Но если бы у нас не стояла трейлинг стоп, она бы закрылась плюс 40 пунктов. То есть либо 60, либо было бы 20 пунктов. Да, мы берем самую наименьшую, скажем, худшую ситуацию, как было бы неправильно делать и рассчитывать, мы сегодня бы заработали, и сегодня, а в среду мы бы заработали 20 долларов. То есть во вторник 57 и сегодня 20. Переходим в следующие дни. Вот так же, когда 9 утра. В первую очередь, что делаем? Измеряем размер канала. Начал измерять. 50 пунктов. Размер, в принципе, допустима для нас. Не более 60. Здесь у нас стоят отложники на покупку. Мы купили. Смотрите, как интересно получается все-таки, да? Цена доходит, мы видим, от наших отложенных ордеров плюс 22-23 пункта. По пятизначным копировкам 220-230 пунктов. Здесь, значит, в этой ситуации у нас первая сделка, опять же, закрывается take profit, вторая переходит без убыток. И получается, что по первой сделке мы получили 20 долларов. Вторая у нас здесь был бы уже стоп-лосс, подтянут трейлинг стопом. И мы видим, что вторая сделка бы у нас просто закрылась. Если бы мы не удалили, бывают часто такие ситуации, когда график цены определенного финансового инструмента разворачивается, и если бы мы не удаляли противоположный орден, то мы тоже могли бы получить хорошую прибыль. Но в данной ситуации это двойные дополнительные риски, да? То есть также мы рассматриваем, что мы получили 20 долларов дохода, то есть 2% депозита сегодня, и все. То есть 20-20-37. У нас уже получается 87 долларов прибыли, 8,7. 8,7 процентов дохода за 3 дня. Вот у нас пятница. Смотрим. Выставляем так же. Почему я вам показываю так, чтобы вы запоминали механизм, да? Потому что многие ведут своего начала изучения данных рынков и забывают все через некоторое время. Измеряем до начала канал. Вот видим. 54, 55 пунктов. Соответственно, участвуем в торгах сегодня, да? Так, забыл поставить 9 экран. Вот. Ага. Именно такой момент. Вот смотрите. Бывает такая ситуация тоже по своим наблюдениям. пришел к такому моменту. Допустим, время 8,45. Вот как здесь. И у нас минимум цены азиатского флата. Вот мы на нем, в принципе, и находимся. Что я предлагаю в данной ситуации делать. И почему вот именно я разграничиваю 9 часов и 10, да? То есть включение европейских сейсов. Дождаться какого-то отката. Не входить сразу прям здесь в ручную, да? Дождаться все-таки его. Потому что он будет в любом случае. Вот. Именно вот этот тоже момент запомнить для себя, да? Если вот цена находится на минимуме, и она идет, лучше дождаться отката. А если откат уже пошел, и ваш диапазон составляет больше 50-60 пунктов, то стоит задуматься и, наверное, не торговать сегодня. Вот. Вот. В данной ситуации мы бы дождались отката. И как раз у нас канал бы получился такого размера, как я сейчас выставил. Видите, как важно было поставить в длинной период эти вертикальные линии. Потому что я бы тут не обратил бы внимания, что цена находилась-то оказывается на минимуме. Вот. Оставили отложники buy stop, sell stop. Со стопами противоположных уровней, да? Здесь вот у нас открывается ордер на покупку, два ордера. Смотрим, цена пошла. 20 пунктов закрывается первая сделка. Вторая уже без убытки. Вот и смотрите, да? То есть наглядно показываю, почему я пришел к такому моменту, что по евро-доллару 40 пунктов в день достаточно. У него средняя волатильность, он не такой волатильный, как фунт-доллар. При спокойных торгах. И мы видим, что в данной ситуации мы бы взяли две сделки по take profit. То есть 20 долларов и 40 долларов. Итого у нас получается 60 долларов. И предыдущие три дня у нас получилось 87 долларов, да? В совокупности это составляет 147 долларов. То есть по сути, если округлить 150 долларов дохода за торговую неделю, депозитов в 1000 долларов, у нас получается доход сколько составил? Доход составил 15 процентов. Используя простую, простейшую стратегию. С утра перед работой, да? Кто-то уже не норовился с телефона это все измерять, азиатский флэк. Выставили отложники на покупку и на продажу. Все. Главное, периодически посматривать. Можно даже вот 30-минутный график включить для себя. Каждый полчасика посматривать. Дождаться, пока у вас откроется какая-нибудь сторона. Противоположную удалить. И дождаться take profit. Вот и все. В принципе, здесь все просто. Да, конечно, если использовать на второй сделке Craving Stop, то, соответственно, с телефона у вас он не будет работать. Будет работать только с компьютера. На начальном этапе можно просто домашний компьютер не выключать. Либо, если вы на работе пользуетесь, да? Включите терминал на рабочем компьютере. Сверните его, чтобы никто не видел. Вот. И пусть там все Craving Stop работают. То есть в данной ситуации я вам показал, что за эту неделю, используя два входа, две сделки в один вход, мы заработали бы 15% вообще не разбираясь, не устанавливая, во-первых, никаких дополнительных индикаторов, не слушая никаких финансовых аналитиков. Просто поставили отложники с утра, и вечером их закрыли. То есть если не ставить Take Profit в 40 пунктах, либо там как-то найти свой допустимый уровень Take Profit, да? Может меньше, может больше. Я знаю таких трейдеров, которые ставят на пробитие этого азиатского плата 10 пунктов, и им этого достаточно в день. но они торгуют на 5 до 10 торговых валютных парт. И тут можно получать хороший доход. Вот. Какие у вас есть вопросы? Смотрю вопросов нет. Интересно. А все-таки, может, есть вопросы? Подавайте, Александр. Сегодня мы не сможем рассмотреть чисто по времени, физически. его не хватит, чтобы я вам показал стратегию, которая называется также лондонский взрыв, но реверсивная. Она немножко интересней. Ввиду того, что маркетмейкеры, так скажем, узнали, что большинство трейдеров пользуются данной стратегией, и что она очень простая, что всего один вход в день на один валютный инструмент, они начали использовать именно ложные пробития путем открывания, открытия, как мы видим, да, здесь ложные пробития, которые могли бы быть. И торговая стратегия лондонский взрыв приверсивная, она немножко подразумевает не пробитие уровня, а отбитие. Мы посмотрим на следующем вебинаре. Я рекомендую вас воспользоваться для начала этим моментом, то есть классической стратегией лондонский взрыв, посмотреть на их результаты, и потом, в совокупности, если вам будет все понятно, будет все интересно, использовать уже другую стратегию, допустим, на другом счете. Давайте посмотрим вопросы. Как определяем граниты канала? Верхний и нижний, максимум и минимум. Усредненные за период азиатской сессии. Граниты усредненные. Александр, вы сами-то понимаете, что спросили меня? Я границы канала вам еще раз объясняю. Вот посмотрите, допустим, на примере сегодняшнего дня. Я выставляю, во-первых, для себя определенное, обязательно время в 9.30 утра, то есть для чего два часа, то есть два этих параметра я оставил, я вам уже объяснил, как на этой, на ситуации в пятницу, то есть когда цена находится на минимуме, получается, должны, получается, войти сразу в сделку. Нас дождаться отката и потом уже эти границы. Как измеряется диапазон, да? То есть диапазон очень просто. Вот берете горизонтальные линии, от пунктирной линии начала следующего дня до 9 часов утра ставить прямо на края, да? На тени свечей. Вот, как я, в принципе, показывал. Вот, поставили. Раньше торговую стратегию Ломнинский взрыв отложники ставили прямо вот эти ценовые уровни. Но ввиду того, что маркетмейкеры, скажем так, прознали за то, что многие трейдеры таким легким способом начали зарабатывать деньги, они давали ложные пробития, да? И поэтому я рекомендую использовать небольшой пейпер в размере от 5 до 10 пунктов добавлять к этому флэппейер. Вот. То есть на вот этих уровнях. И вот здесь уже на вот этих крайних уровнях дополнительных, где мы прибавили как 10 пунктов, мы выставляем уже отложники на покупку, да? То есть вот торговля, новый ордер, отложенный ордер. Выставляем цену. Стоп-лосс ставим противоположный. То есть если мы ставим бай-стоп по уровню 1.11.47, то стоп-лосс мы ставим 1.11.20. То есть, к примеру, вот так вот это выглядело. 1.11.47, стоп-лосс, 1.11.20. Сейчас-ка выстрелить не смогу. Ну, то есть я в принципе смогу. Так. Вот 7. Ну, цена, видите, прямо на нем находится. Ну, достаточно было бы вот так, да? Цена слишком близкая. Ну, механику вы поняли. То есть измеряем границу азиатского флета путем наставления горизонтальных линий. Добавляем еще по от 5 до 10 пунктов. То есть каждый сам для себя найдет. Именно этот параметр комфортнее. Кто-то 5 добавляет, кто-то перестраховывает, 10 добавляет. Кто-то жадничает, вообще не добавляет, да? Но ввиду того, что могут быть ложные пробои, сделка может быть минусовая. Лучше перестраховывает. Александр ответил ли на ваш вопрос? Стоп-лос ставим не 20 пунктов. Александр, еще раз повторяю. Стоп-лос, если у нас бойцов по цене 1,47, Стоп-лос мы ставим на противоположные границы канала. Ясно. Отлично. Хорошо. Ребят, также хочу вам сказать, что наш руководитель департамента амалитического Артем Деев в течение недели выступает на канале РБК в битве аналитиков. То есть там с одной стороны это технический анализ. Артем Деев, ввиду того, что у нас фундаменталист, очень много у него опыта и результатов своих прогнозов, которые составляют более 70%. Сейчас он выступает на канале РБК ежедневно. Вы можете посмотреть, как будет проходить мероприятие, соревнования аналитиков. Очень интересно. И, я думаю, будет полезно для вас понимать то, что используется различный технический и фундаментальный анализ. Опытные, авторитетные люди выступают на канале РБК, в том числе наш руководитель Артем Деев. Вот. И посмотрим, какие будут результаты, какие покажут именно результаты его идеи, которые он регулярно выкладывает именно на нашем сайте и рекомендациях именно для различного типа клиентов. То есть, вы как понимаете, вид клиентов, они получают намного больше рекомендаций, могут лично с ним пообщаться. Вот. Я думаю, эта неделя будет весьма интересной, потому что мы тоже наблюдаем, какой результат даст торговая идея Артема Деева и его оппонента. Такие либо вопросы еще есть у вас, друзья? Все понятно ли по данной торговой стратегии, которой, в принципе, могут пользоваться все? Почему вы не используете мудринги? Вообще не используя или в данной торговой стратегии? Данная торговая стратегия не подразумевает использование скользящих средних. В какое время на РБК будет выходить в программу? Я думаю, надо посмотреть повтор программы в 15.30 по Москве. То есть, либо еще раньше. То есть, повтор есть на 15.30, то, соответственно, первый выпуск он еще ранее походит. Будем пробовать, Сергей. Отлично. Надеюсь, вам все понятно будет. Ну что, до встречи на следующем вебинаре. Друзья, напоминаю, смотрите интерес на канале РБК «Битвы аналитиков», где сейчас выступают наши руководители, потом это Артем Деев. Также пользуйтесь сервисами нашей компании, пользуйтесь вообще различными торговыми стратегиями. Я больше почитаю вести свой вебинар и рассказывать про торговые стратегии на практике, которые дают результат. Я уверен, что у вас все будет отлично. Желаю вам всем профитов и отличного настроения, побольше прибыли. Ну а со стороны, я уверен и знаю, что со стороны компании «Амаркетс» всегда решит максимально оперативно все ваши возникшие вопросы и ваши торговые условия будут удивительно качественными, не такими, как в любой другой компании. Всем благ, до связи, до встречи на следующих вебинарах. До свидания.